Я жила в кофе-медитации, потому что мне так нравилось. Вау, я хочу эту машину. Что происходило, это было невероятно. Автобус со зревшими семенами вас точно догонит. Я точно понимала, что это семена, такое в моей жизни обычно не происходит. Просто, пожалуйста, забирай. Просто ангел, который позволил вам раскрыть сердце. Это тоже по семенам. Добрый день, дорогие друзья. Очень рада вас снова приветствовать в нашем эфире в рубрике «Жизнь ОСИА», в которых мы делимся самыми крутыми результатами наших студентов, а также самым интересным, что происходит в жизни учителей и куратов. И сегодня в нашем эфире будет необыкновенный человек, студент ОСИА и лондонская леди, которая поделится своим результатом, как она создала автомобили и даже не один. Ольга Наймушина, очень рада вас приветствовать. Добрый день. Добрый день, дорогая Галина, и спасибо огромное за участие в вашем эфире. Вы знаете, мне очень потрясла ваша история, на самом деле очень круто. Я хочу, чтобы вы ей поделились, но перед тем, как вы расскажете, как вы создавали авто в своей жизни, расскажите, пожалуйста, немного о себе, откуда вы и чем занимаетесь. Я из России, но уже 17 лет я живу в Лондоне с моей дочерью и с нашей прекрасной кошкой, которая, иногда я ее называю «ходячая любовь», такая моя бодхисаттва. Я практикую телесно-ориентированную терапию, работа с клиентами, это моя основная работа. И также я участвую в проектах Майкла Роуча, такие как Mixed Nuts и LAMRIM в качестве переводчика текстов. И также в нескольких программах, благотворительных программах в моем городе. Здорово. Вообще, насколько давно древняя мудрость вошла в вашу жизнь? Сколько вообще курсов вы прошли уже? Ну, вообще, первый раз я услышала о ручке в 2017 году. Я прошла пять курсов. Да, в 2017 Ольга Мироманова взяла меня под шерстом и в течение трех месяцев она рассказывала мне о принципах нравственности «Четыре шага» и благословила меня на мой самостоятельный путь. И тогда я решила не поверить и поверить тоже, но и проверить. Я очень хотела увидеть результат. Здорово. У вас действительно потрясающий результат по созданию автомобиля. Расскажите, как у вас это получилось, что вы делали, какие практики применяли, чтобы получить в подарок автомобиль? Ну, так как я знала практику «Четыре шага» и четко шла по системе, на самом деле у меня не было идеи получить автомобиль в подарок. Мое намерение звучало «Я получаю автомобиль в свою собственность». А вот второй момент. Я выбрала подругу, которая очень хотела получить автомобиль в подарок от своего бойфренда. И я ей сказала, что я проведу эксперимент, я хочу посмотреть, как работают «Четыре шага» и, пожалуйста, участвуем вместе. Она согласилась, и мы раз в неделю созванивались или встречались в наших встречах. Я помогала ей, я помогала именно в тем, как вдохновить ее мужчину, как быть счастливой, наполненной, делать ему сюрпризы. То есть вот эта та самая часть, она на самом деле такая яркая суть моей личности. И поэтому кофе-медитация, у меня было такое ощущение, и вот это вот самое ключевое, я считаю, в моей практике, я жила в кофе-медитации, потому что мне так нравилось вот ее вдохновлять именно этим. И через три месяца я увидела объявление на Фейсбуке, где другая моя подруга продавала свою машину, а год назад от того времени я сидела в ее машине и восхищалась, и думала «Вау, я хочу эту машину». Это было мини-коппер BMW, BMW. Я хотела. И вот вдруг пришла, пришли, раскрылись так семена, что я увидела продажу именно эту машину. И на тот момент я рассказала, поделилась этим с моим бойфрендом, с которым на тот момент я уже расставалась, и он поддержал идею купить мне автомобиль. Это было, конечно, очень здорово, но я не чувствовала, что я хочу от этого мужчины этот подарок. И на тот момент у меня был другой, мой бывший бойфренд, который всегда был готов обратно снова быть вместе со мной, и он тоже предложил мне купить этот автомобиль. То есть это было, что происходило, это было невероятно. Вот в нашей системе говорится, что автобус со зревшими семенами вас точно догонит. И вот это, это было точно про меня. У меня такого никогда не случалось, когда мужчины просто как в очереди стояли, кто позвонит, кто будет со мной, а кто выиграет. Это было такое соревнование, это было просто нереально. И я точно понимала, что это семена, такое в моей жизни обычно не происходит. И я понимала, что автомобиль у меня уже есть, мне нужно определиться с мужчиной. И когда я определилась с мужчиной, я считала на тот момент, что это был правильный выбор для меня, он купил мне автомобиль на моё имя, оплатил сервис, оплатил страховки и всё, что нужно для этого. И обычно из моих семян в моём мире мужчины, когда делают подарок, он немеет, они потеют, а в этот раз просто, пожалуйста, забирай. Вот у меня было такое ощущение. И после этого, конечно же, это был мой первый такой эксперимент, и я стала пересаживать семена таким образом, что я подвозила всех, кому нужно было, из моих знакомых, подруг. Мне кажется, но это не совсем так, но я люблю так шутить, что, наверное, я была очень популярна, когда подружки меня приглашали везде, потому что они знали, что я не пью, и я развожу всех. Мне очень нравилась эта идея. А я с благодарностью, что у меня есть машина, я делала это для других. И получилось так, что в следующий раз, тем летом, с летом мы планировали с дочерью поехать на месяц в Россию, и моя машина здесь, она бы оставалась. И мой бывший муж, он попросил меня, чтобы я ему отдала эту машину на использование в этот месяц, когда меня не будет. Но здесь я должна вам сказать немножко о наших отношениях, чтобы вы понимали, насколько был для меня трудный выбор. Немножко вкратце об отношениях. Мой бывший муж раскрывались так семена, что я видела его. Он был всегда счастлив, когда мне плохо. То есть все, что со мной, плохие вещи происходят, для него это была великая радость. И на тот момент он жил со своей гоуфренд два года, с партнершей. И она делала все возможное, чтобы мне было плохо. Ее так сложились семена, что она хотела любыми способами взять мою дочь, забрать от меня. И тогда бы, наверное, какие-то манипуляции происходили бы далее. И это было очень серьезное дело. Это было, может быть, в течение года продолжалось. Это были какие-то полицейские расследования, это были социальные сервисы включенные. Люди к нам приходили. Она клеветала на меня, что я очень плохо отношусь с дочерью. В общем, это была невероятная трагедия нашей семьи для меня и для моей дочери. Ну, получается, что я была ее враг, мы были врагами. Но я очень благодарю эту мудрость, эту древнюю мудрость, потому что на самом деле за мной были, стояли очень сильные учителя. Они помогали мне пройти этот нетрудный, непростой очень путь. Они поддерживали меня, и я проходила. И в итоге, конечно же, дочь со мной, и все в порядке. Мои семена прекрасно взошли. И получилось так, что когда он сказал, что я хочу твою машину, я понимала, что это она просит машину, это ей нужно кататься на ней, делать с разным удовольствием и так далее. Я звонила многим подругам и советовалась. Они сказали, ну, вообще, о чем ты думаешь? Это вообще даже как и могло тебе такое в голову прийти. Но внутри мое сердце, вот оно говорило «да». И я отдала машину. Вы знаете, это я просто вот пошла на внутренний голос. Это я сказала «да». Я отдала машину. И когда вернули мне машину, в сентябре мы приехали обратно. Первое, что я сделала, это я тихонечко, медленно доехала до сервиса, чтобы проверить машину, в порядке ли она. Все ли там тормоза работают. Ну, так на всякий случай. И через месяц мне позвонил мой бывший муж от того момента. Через месяц он мне позвонил и сказал, ты знаешь, я решил взять машину новую, новый Лексус, и я хочу тебя вписать в страховку. Вы знаете, я, наверное, три раза его переспрашивала, что он имел в виду. Он говорит, да, я хочу, чтобы ты пользовалась ей пять дней в неделю, а на выходные я. И я его очень много вопросов задавала ему, что ты уверен, что я не могу заплатить, я не могу и не то, и не то, и не то. Он сказал, да, я знаю, я просто вам даю. И вы знаете, у меня до сих пор две машины под окном. По-прежнему, это уже пять лет, уже Лексус поменяли, ну, в смысле, он поменял три месяца назад, поменял на новый. Вот, теперь у меня по-прежнему две машины. Я сейчас предлагаю посмотреть на эти машины, и сейчас попробую расширить экран, для того, чтобы тоже все посмотрели на эти чудные создания. Очень красивенькие. Ваши? Красивенькие, Машина, вот он результат. Кофиной практики четырех шагов, которые она создавала, и кофеме детей его и пребывала в радости. Это очень-очень здорово, Ольга. Я вас поздравляю, вообще шикарный результат. Удивительный результат, просто потрясающий. Что вы создали даже не одну машину, за которую боролись парни в вашей жизни, да, мужчины, кто же вам подает, а кто же в итоге получили благодаря своей добродетели, благодаря своему открытому сердцу и практикам, да, что и мудрости, которые вы применяли, получили в два раза больше, чем ожидали. Спасибо вам огромное, что поделились. Да, я думаю, что ключевые моменты, они на самом деле были разные в двух ситуациях. Первый, когда я получила от бойфренда, это, вот я подчеркиваю, что была настолько сильная кофемедитация, настолько мне нравилось. Это был мой ресурс, в котором я всегда такая настоящая, живая, и вот это проявлялось очень сильно интенсивно. И во втором варианте, почему пришла вторая, что я, но по сути я отдала машину своему врагу, и получать удовольствие. И я проходила глубокую трансформацию, чтобы это сделать. Ну, может быть, это будет другая, Галина, наше интервью, где на самом деле я могла бы в отношениях рассказать, как я, как мой враг перешел в покровителя. Вот, это тоже по семенам. А мне кажется, это был просто ангел, который позволил вам раскрыть сердце и посадить очень прекрасные семена в вашей жизни. Мне кажется, результат от этого вы и увидели. Спасибо большое за то, что вы поделились своей чудесной историей. Может быть, у вас есть какие-то пожелания людям, и которые только-только начинают изучать ССИА, поделитесь, что бы вы хотели бы им такое сказать. Почему я здесь с вами? Потому что меня сюда привел мой учитель. И я искренне желаю вам создать именно такого учителя, которому вы будете полностью преданы. полностью будете верить в него на все сто процентов, всем своим существованием. Отдаться, сдаться ему, его учению. Потому что он знает, потому что он там был, ну и потому что он там есть. Вот, такое у меня пожелание сердечно. Спасибо вам большое за ваше драгоценное время, за то, что вы поделились, за то, что вы сказали такие слова, что довериться полностью учителю и кофе медитировать, это очень-очень многое дает, меняет нашу жизнь. Я вас благодарю. С вами мы увидимся в следующих выпусках «Жизнь Ося» и до новых встреч. Пока-пока. Благодарю, Галина. До свидания. Олечка, спасибо большое вам за такую историю. Действительно очень ценно то, что вы не хотели отдавать мужчину, но все-таки отдали. И вообще крутые результаты у вас. Спасибо вам за эту историю. Мне очень прям понравилось. Да, это было очень трудно. И на самом деле внутри я хотела, мое сердце хотело отдать. И этот поступок именно был от учителя, потому что учитель стоял за мной. И также я хочу немножко добавить, что ценно им было тем, что до всех машин, когда у меня не было машины в течение года, вообще просто, и был такой момент, когда я не могла покупать, я не могла позволить финансово купить себе машину, ту, которую я хотела, но я не хотела покупать машину, которую я не хотела. То есть я не шла на алмазную сделку. Не соглашались на меньшее, да? Да. Я хотела ту, которую я хотела. И у меня получилось. Здорово. Спасибо. Я хочу посвятить нашу встречу. Учитель. Классно. Я хочу посвятить нашу встречу, чтобы все, кто мечтает о машинах, легко, радостно, быстро, быстро, быстро получили их в самом чудесном, прекрасном образе. Спасибо за вашу, Алина, за вашу интервью. Классно, очень классно. Благодарю вас, Галина, за такую прекрасную возможность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!